Привет зрителям программы «Телескоп». Меня зовут по-прежнему Димитрис Георгиадис. Я на Кипре. Здравствуйте. Приехал сюда полтора месяца назад по приглашению Национального театра Кипра. Он находится в Никосе. И буду до Пасхи, до конца апреля. Кстати, Греция со своими 1400 островами оказывается меньше Вологодской области на 13 тысяч квадратных километров. С ума сойти. Сейчас я нахожусь в таком кафе, который я нашел совсем недавно. Это такое место, где можно читать что-то, поговорить с друзьями. Место комфорта. Это в столице Кипра-Никосии. У актера Димитриса Георгиадиса жизнь спокойная и размеренная. В России ведущему программы «Ехал грека» покой, что называется, только снится. Дмитрий, вас прошу. Кстати, еще сегодня такой день, где люди окунаются в разные прорубы. Поехали. И вспоминаю, да, как я нырнулся в прорубь в Суздале. И это то случай, которое я постоянно рассказываю своим греческим друзьям, и они в ужасе от моего решения. Я не чувствую свое тело совсем. Совсем не чувствую тело. Как будто, знаешь, его нет. Очень часто спрашивают, слушай, а не принудили тебя это делать, эти русские? Как бы у тебя выбора не было? Мне хорошо. Ты только что родился. Дарусь, спасибо. Давайте. Проект существует с 2015 года. И за это время съемочная группа побывала в дюжине городов, изъездила сотни километров дорог, встретилась с десятками интереснейших людей и много раз оказывалась в неожиданных ситуациях. Ой, ребята, что такое там? Какая-то постройка. Постройка странная. Аккуратно. Ехал грека, пришел в мою жизнь совсем неожиданно. Просто возьми трубку, и история начнется. Алло. И то, что принес в мою жизнь, это тоже совсем неожиданно для меня. Делаем такой фильм на самом деле о людях. А как можно зайти? Ой, заходи, ты сказали. А что, вы тут живете, что ли? Я жив, значит, я здесь живу. Правильно. Вы понимаете это, да? Да. А как зайти? Я имею в виду. Это валенки. Петрушка. Петрушка. Пойдем. И эти встречи, они меня сильно изменили. Они мне показали такую силу человека. Потому что таких людей в моей родине нелегко встретить. Я иду по пути наименьшего сопротивления. А что является сопротивлением этому миру? Ну, например, для того, чтобы жить в городе, нужно работать. Причем все устроено таким образом, чтобы ты работал сильно. Все выстроено там. То есть, получается, все находятся в системе, когда если ты как-то хочешь соответствовать общему, ты должен как бы лезть из кожи вон. А мне лень. Сейчас команда проекта готовит уже новые путешествия, пока Грек в бесснежной Никосии пережидает русскую зиму. У меня мечта поехать до Белого моря. Вот это хорошая идея. И обещаю окунуться и в этом, и в этой русской воде. Одет, одет. Больше о наших новых путешествиях, и не только, скажет вам наша режиссер Светлана Розвушкина. Света, это режиссер, она постоянно спрячется, но она рулевой. Правильно сказал? Режиссер-документалист Светлана Розвушкина долго выбирала ведущего среди московских экспатов. И уверена, что выбрала лучшего. Мы пробовали всех иностранцев, которые знают русский, да? И какое-то время жили. Но не долгое время, чтобы русский не был совсем стертым. А скажите, у вас греки приезжают сюда? И не скажу. И у братьев, что не знаю, то не знаю. Но потом появился грек, да, который учился в ГИТИСе. Я надеюсь, что я первый грек, который в Петровске. В честь имею. Я тоже. Димитрис. Димитрис. А как вас зовут? Владимир. Очень приятно. Всего доброго вам. Спасибо. Будьте здоровы. Спасибо. И Димитрис выиграл эту историю. Потому что в нем было какое-то принудительное его обаяние, которое вдруг, в ответ на которое, ты на это обаяние все время ловишься. Может быть, в другой раз? Да. Да, да. Я вернусь. Встретить этого грека в лесу. Грек! Грек! Есть ощущение, что он только тебя слушает и начинает тебе сразу сопереживать. И это абсолютно не актерская история. Это как раз его человеческая история. Машина, троллейбус, трамвай во всех поездках. Светлана всегда рядом с Димитрисом. Как правило, за кадром. Хотя иногда режиссер попадает и в объектив камеры. То, что так выделяет проект на фоне подобных, это правдоподобие. Здесь нет постановочных сцен и подставных героев. Здесь все настоящее. Скажите, как вас зовут? Анна Павловна. Я Димитрис. Я просто первый раз в вашем городе в троллейбусе. Я приехал из Греции и просто... У вас в троллейбусе не бегает. Обычно я как документалист долго знакомлюсь, кружу вокруг героя. Здесь же мы делаем совершенно по-другому. Мы знакомимся в кадре. Мы начинаем разговор очень быстро. И он очень быстро может перейти на очень личную тему. И когда это иностранец, и когда человек не готов к тому, что вдруг его начнут, просто с ним начнут дружить так, да, мгновенно. У него вот это ощущение попутчика. Ну скажи честно, Димитрис, почему ты плачешь? Верните на небо. Ты скажи, ты чего плачешь-то? Простыл? Да уехать не хочу. Русский дух пробрал, а, Димитрис? Я думаю, что это прорубь. Прорубь? Как будто мы все здесь оставили какой-то кусочек. В принципе, это будет каждый раз каждым городом камнем потом жить. Продолжение следует...